МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Актуальность сегодня с экспертами Азарем Хасрятом и Аязом Мирзоевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Неотъемлемой частью избирательного процесса, разумеется, является Институт наблюдателей. Я хотел бы узнать вашу оценку того, какую активность проявляют наблюдатели, как этот процесс организован во время президентских выборов в рамках избирательной кампании в этом году. Насколько мы наблюдаем сами тоже за ходом выборов и всей кампании, мы наблюдаем, что огромный интерес проявляется международными организациями на эти выборы. Уже около 60 международных организаций выразили свой интерес, и они прошли регистрацию, аккредитацию в Центральной избирательной комиссии. И эти представители международных организаций одновременно представляют 58 стран мира. Это показатель того, насколько огромный интерес есть нашим выборам президентским. Потом еще местные национальные наблюдатели тоже проявляют огромный интерес. Уже около 60 тысяч национальных местных наблюдателей прошли аккредитацию. Это около 2 тысяч из них прошли аккредитацию в Центральной избирательной комиссии, которые могут понаблюдаться выборами во всей стране. И остальные в основном прошли аккредитацию в окруженных избирательных комиссиях. Это означает, что они будут наблюдаться выборами в рамках своих округов. Вот такой интерес наблюдателей и международных, и местных, и национальных этим выборам. Это показатель того, что не только азербайджанские избиратели или азербайджанский народ, но и вместе с ними и международные организации, и международные сообщества проявляют огромный интерес ко всему происходящему. Насколько просто в Азербайджане стать наблюдателем? Это касается как местных наблюдателей, так и зарубежных. Процедурно. И если у вас есть возможность сравнить с зарубежной практикой, как в других странах. Ну, сравнить, конечно, можно с отдельными странами. Это вообще-то очень просто, потому что вы подаете заявление в центральную избирательную комиссию или окружную избирательную комиссию, и тут же проходите регистрацию. То есть от вас ничего дополнительного не требует. Просто фотографию и заявление, и, конечно, ваше удостоверение личности. А так, если сравниться с другими странами, допустим, в Соединенных Штатах Америки, в некоторых штатах вообще международным наблюдателям не разрешают наблюдать за выборами. Напротив, в Азербайджане не присутствует. Да, а наоборот, в Азербайджане это центральная избирательная комиссия, Министерство иностранных дел. Вообще власти Азербайджана, вот у нас так, значит, складывается ситуация, что все время, когда у нас происходят выборы, наши власти отправляют, значит, приглашения всем международным заинтересованным организациям, приглашают. Плюс к тому, и приглашаются представители других представительных органов других стран. Допустим, парламенты других стран, которые тоже заинтересованы в наблюдении. Поэтому наблюдать за выборами в Азербайджане, это очень легко. И для международных наблюдателей, и для национальных местных наблюдателей. А если касательно наблюдателей, если их всех рассматривать, то там больше людей с какой-то политической принадлежностью, больше людей независимых наблюдателей. В целом, какие группы наблюдателей больше проявляют активность на этих выборах? Большинство наблюдателей, это независимые наблюдатели. И исходя из того, что сказать по группам, есть наблюдатели, которые просто по своей инициативе, они дают обращение, что мы хотим наблюдать за выборами. А есть люди, которые представляются от независимых организаций, МПО. Есть люди, которые дают обращение, что мы хотим стать наблюдателями из общественного сектора. Есть, вообщем-то, большинство из них и бывают из партии. Потому что, как вы знаете, есть 8 кандидатов на президента, и большинство из них представляют ту или иную партию. Поэтому самая важность того, что стать наблюдателем, это дает большое представление. И можно ссылаться на высказывания наблюдателей. И большинство иностранных экспертов и СМИ, они ссылаются на эти высказывания и комментарии этих наблюдателей. Поэтому институт наблюдатель очень важен для выборного процесса. И это дает общую картину, увидеть общую картину выборов. Следующий вопрос я хотел бы, чтобы и вы, и вы ответили. Естественно, по завершению избирательного процесса и голосования будет дана оценка избирательной кампании, как она проходила. Эта оценка будет даваться в том числе международными организациями, теми наблюдателями, о которых мы говорим. К сожалению, некоторые международные наблюдатели, они руководствуются принципом, скажем так, не то, как выборы прошли, а то, где эти выборы состоялись. То есть, если, к примеру, это выборы в Армении, то можно закрывать глаза на какие-то недочеты. Если в какой-то другой стране, то можно самый даже незначительный недочет преувеличивать и раздувать на ровном месте проблему. Что надо делать, чтобы предотвращать такого рода шаги? Пожалуйста. Это, естественно, прежде всего надо соблюдать закон и правила проведения президентских выборов. Это делается центральной избирательной комиссией и всеми соответствующими органами власти, которые занимаются этими вопросами. На местах создаются благополучные условия для того, чтобы избиратели могли спокойно, свободно подойти и подать свой голос за того или иного кандидата. Это во-первых. Во-вторых, там создаются условия для того, чтобы представители избирательных комиссий, начиная от самых низких до самого верхнего, чтобы изучали сам процесс до того, чтобы не было недочетов, не было каких-то там нехваток, чтобы они знали и законы, и правила, начиная от составления протокола до выдавания избирательного бюллетеня избирателю. То есть эти вопросы учитываются, естественно, делается все, чтобы процесс сам прошел как бы гладко. Однако, надо учитывать то, что тут заимствованы тысячи людей, которые представляются в избирательных участках, и среди которых могут быть люди, которые не имеют навыков обращения с международными наблюдателями. Поэтому надо этим международным наблюдателям учить и национальные особенности. Местные спецификации. Я сам тоже участвовал в некоторых международных миссиях по наблюдению за выборами. Последний раз я сам был в составе ОБСБДИВЧ в Казахстане в 2015 году. Я наблюдаю за выборами президента Казахстана. Со мной был представитель Германии, молодая девушка, которая действительно ничего не видала о Казахстане. Она первый раз была в Казахстане и даже не знала ничего об особенностях казахского народа. И что произошло? Значит, был случай такой. До 7 утра мы приехали в один избирательный участок. Нас пригласили внутрь. И, конечно, очень добродушно пригласили. И что было? До открытия голосования, до начала голосования, один аксакал из деревни вошел внутрь. Он благословил весь процесс сам. Ни за кого ничего не делал. То есть ни за одного кандидата ничего не сказал. И благословил и ушел. Это мой аксакал из Германии. Она в ужасе была. Она говорит, что до 7 часов как человек может вообще войти сюда. Я ей объяснил, что, знаете, вот это восточная страна. В наших странах аксакалы, уважаемые люди, они благословляют все начало. Все, что начинается, они благословляют. Это традиция у нас. А я с трудом объяснил, что вот такое бывает. Это не нарушение каких-то законов или правил. Вот такие моменты бывают. Поэтому вот международные наблюдатели, которые приезжают, им не мешало бы изучать национальные... Ознакомятся с страной. Да, конечно же. И, к сожалению, бывает, что многие международные наблюдатели этого не знают. Поэтому и тут же составляют протокол, что вот это как бы нарушение. Я согласен своим коллегой. Я хотел бы комментировать очень коротко, что самое важное в этом деле, что думают общественность и народ, который голосует. По своей практике журналиста я очень много видел, что и могу сказать, что без двойных стандартов мир вообще-то не может существовать. Без двойных стандартов. И это везде есть. И в Европе, и в других странах. И по отношению к Азербайджану тоже. Мы очень много об этом говорили, об этом очень много написано. И поэтому надо реагировать на это зержанно. И большинство людей, с которыми мы контактируем, будь или журналисты, или эксперты, у них мнение и мнение однозначно. Для проведения президентского выбора в Азербайджане создана демократическая среда и есть политическая воля. Это очень важно. И другие комментарии, которые будут, как вы сказали, сравнивая выборы в Армении или в других странах, без этого никак. Как будто мы уже очень много таких ситуаций видели. И я хочу повторить снова. Самое важное – это мнение общественного Азербайджана и народа, который сам голосует и выбирает президента. Центральная избирательная комиссия в данном случае выдала разрешение, скажем так, четырем организациям на проведение экзитполов. Я хотел бы узнать ваше мнение, почему так важно проведение экзитполов во время столь масштабных национальных выборов. Экзитпол – это, во-первых, автономное изучение мнения избирателей. То есть это к властям никакого отношения не имеет, к центральной избирательной комиссии никаким комиссиям отношения не имеет. Это способ альтернативного изучения мнения избирателей по поводу проходящих выборов. Это делается для того, чтобы не сфальсифировать результаты голосования. Как известно, обнародуются результаты экзитпола сразу после закрытия избирательных участков. То есть с семь часов закрывается избирательный участок. То есть это по законодательству Азербайджана они сразу могут объявлять результаты. Значит, это как проводится? Просто они ставят свой какой-то стол у избирательного участка и выборочно приглашают избирателей подойти и заполнить анкету, указать за кого... После голосования. Да, после голосования. Указать, за кого они голосовали. Это собирается, обрабатывается в течение дня, но не обнародуется. Это ждут они закрытия избирательного участка, чтобы после этого обнародовать. Это делается до того, как избирательный участок сам объявляет о результате. То есть, поэтому вот всегда мы наблюдаем, что результаты экзитпола совпадают во многом с результатами участка, но бывает, что... Какие-то погрешности могут быть. Но они на результаты общих выборов не меняют. 3-4-5, даже бывает 10% погрешностей, но на общий результат это не повлияет, потому что это уже показывает того, что избиратели голосовали за какого-то кандидата. Это, еще раз повторюсь, что это для того, чтобы дополнительно доказать как бы вот справедливость голосования. Я просто могу добавить, что вот мир меняется, и сейчас все люди, которые живут, они хотят услышать информацию интерактивно, онлайн. И вот экзитпол дает вот такую возможность людям, которые интересуются выборами, вот в течение выборов или после выборов уже конкретно в сроке, в точные сроки уже узнать примерное настроение людей, которые выбирают и участвовали в голосовании. Это очень важно. Я могу констатировать несколько информаций. Вот у нас как прошла регистрация этих организаций, которые будут провести экзитпол. Вот намеревающие провести экзитпол должны представить свои документы для аккредитации центральной избирательной комиссии не позднее, за 20 дней. Вот четыре организации прошло вот эту процедуру. И самое интересное, что среди этих организаций есть и зарубежные, в том числе французские и американские компании, которые прозрачные. Можно уже констатировать сейчас, что их результаты можно сравнить официальными. Максимально объективнее. Да, максимально объективнее. И можно сравнить эти результаты экзитпоров, которые проведут вот эти организации, с официальными уже результатами. Которые обнародует центральная избирательная комиссия. Ваше мнение, хотелось бы узнать по поводу агитационной кампании. Как она проходит? Какие условия созданы кандидатом? И на Ваш взгляд, кто-то из кандидатов прибегает к каким-то запрещенным, скажем, таким формам? Насколько мы наблюдаем за всем ходом всей этой кампании, пока жалоб нет. И центральная избирательная комиссия тоже заявила, что никаких жалоб не поступило ни от кандидатов, ни от других заинтересованных организаций или лиц. Естественно, от избирателей тоже никаких сейчас жалоб нет. И условия для СМИ тоже созданы наилучшие, потому что наши журналисты могут свободно там ездить и посещать там заседания разных комиссий. Это, кстати, надо добавить сюда, что для наблюдения за выборами представителями СМИ не требуется никакая аккредитация или регистрация. Они могут свободно по стране ехать. Достаточно удостоверения. Да, иметь журналистское удостоверение и это будет достаточно. И, кстати, они могут это делать и в день голосования тоже. То есть они могут свободно заходить, выходить. На избирательную часть. Да, и задавать вопросы представителям комиссии или там избирателям тоже. То есть созданы такие условия, поэтому сейчас никому не на что жаловаться. То есть и у кандидатов тоже проблем никаких не возникает. Я даже сам наблюдаю, что местные национальные телевизионные каналы и коммерческие, и государственные, и общественные телевизионные, они показывают их встречу с избирателями в разных регионах страны. И это освещается очень широко. Плюс, вы знаете, наверное, естественно, мы знаем, что представлен бесплатный эфир всем кандидатам и равный эфир, равный... На республиканских. Да, на общественном телевидении и радио, и каждый вечер они по три дня в неделю выходят в эфир. И, кстати, прямой эфир, то есть никто не вмешивается в их высказывания. То есть созданы все условия для нормальных, объективных, справедливых выборов. Да, я просто хотел добавить и ссылаться на, значит, информации, организации, которые провели социологический опрос в марте. Это известные организации наблюдательной миссии, даже ГИЗИ и Опинемвей, что вот в них информации, вот касательно в ходе мониторинга до сегодняшнего дня не было выявлено факт нарушения избирательного законодательства и неравных условий для кандидатов. И в результате наблюдений, исследований вот этих экспортов, этих организаций с точки зрения свободных демократических выборов. Макрополитическая среда в Азербайджане благоприятная, предвыборная избирательная среда в стране стабильна. Электорат может сделать свободный выбор, а также отсутствует какая-либо угроза для обеспечения справедливых демократических выборов. В принципе, можно ссылаться на эти анализы и по той причине, что вот этот социологический опрос сделали иностранные компании. Этот опрос еще надо добавить, что недавно на днях примерно миссия ОБСЕБДИВЧ тоже обнародовал промежуточный отчет, в котором тоже учитываются все факторы, они тоже не высказывали никаких недовольств, они тоже довольны всем происходящим, то есть они тоже не наблюдали никаких жалоб. Вы коснулись своего опыта наблюдения за выборами за рубежом. Азербайджанские выборы имеют такую особенность, что у нас, например, устанавливаются камеры наблюдения, веб-камеры на определенных избирательных участках. Я хотел бы, чтобы вы коснулись этого момента. Какой зарубежный опыт в этом плане имеется? И как с точки зрения организации азербайджанские выборы отличаются от тех, что вы наблюдали за пределами нашей страны? Я не знаю, я последний раз был в Казахстане, до того понаблюдал за выборами в Албании, до того еще в Украине за президентскими выборами. Я не помню, что у них там камеры были, то есть включенные в интернет. А то, что у нас делается, это делается для прозрачности выборов, для того, чтобы даже люди из-за океана, из США или других стран могли свободно понаблюдать, сидя дома у себя, не выходя из дома, они могли спокойно понаблюдать за всем, что происходит в избирательных участках. Это, я думаю, что еще раз доказывает то, что азербайджанская сторона, то есть центральная избирательная комиссия, вообще все органы власти, которые заинтересованы и заимствованы в процессе проведения выборов, они хотят показать всему миру все, что происходит. Это еще раз доказывает то, что значит ничего не боятся. То есть они не боятся того, что... То есть нам нечего скрывать. Да, нечего скрывать, потому что вот, пожалуйста, если хотите, можете приехать в Азербайджан, аккредитацию пройти и понаблюдать сами, или просто так мы открываем всему миру все, что происходит. Для этого даже не надо приезжать в Азербайджан. Не надо приезжать, сидите у себя дома или вовсе где угодно и понаблюдайте за выборами. Я думаю, что это очень хороший опыт и стоило бы этот опыт как бы приобрести и другим странам, которые очень часто вот стараются очернить все процессы в Азербайджане по тем или иным причинам. Аяс, существенная миссия на каждых выборах возлагается на СМИ. Я хотел бы, чтобы вы поделились своими впечатлениями, как СМИ, скажем так, отрабатывают эту избирательную кампанию в Азербайджане. Если учесть того, что вот очень большой интерес зарубежных СМИ на эти выборы, и мы уже видим несколько представителей зарубежных СМИ, которые приезжают и делают видеорепортажи, пишут публикации по поводу выборов, предвыборной обстановки в Азербайджане. И вы знаете, как независимые эксперты, мы вовлечены в процесс и мы работаем в независимом медиа-центре, в котором была организована СИК Азербайджана. И нам довелось встречаться с несколькими представителями этих семей, зарубежных СМИ. Большинство их очень положительные мнения. И что самое важное, вот я хочу сказать важность этого медиа-центра, независимого медиа-центра, потому что большинство журналистов, представителей СМИ, которые приезжают в Азербайджан, у них, да, есть информация через интернет про выборы, про ситуацию, но нет такого общего анализа или нет контактов, с кем сделать интервью, балансированно сделать репортаж, потому что большинство из них контактирует с теми людьми, которые вообще-то не относятся к избирательному процессу. И бывают материалы, которые мы смотрим, и видим, что вот, в принципе, журналист хочет что-то сказать, хочет объективно сказать свое мнение, но он ссылается ту или иную позицию представителя, в принципе не можно использовать вот это мнение, чтобы в общих чертах сказать предвыборную мнение про выборы. И очень важно, что вот я знаю, что вот большая плеяда, большая вот, можно сказать, армия журналистов придет в канун выборов уже три дня, за считанные дни. Ну, практически они прибывают уже. И будет здесь очень большой интерес и предвыборные дни, когда день голосования, и как представителям независимой медиа Азербайджана, СМИ, мы должны помогать им. Как помогать? Вот помогать найти контакты, с кем сделать интервью. Может быть, у них бывают иногда проблемы с публикациями, с официальной информацией, с законодательством. Да, мы видели несколько таких публикаций, которые там просто они не знают законодательства Азербайджана. Да, вот, увы, это бывает. И наша ответственность в этой ситуации, что вот помогать этим журналистам, что вот они освещали и дали очень четкий прогноз или анализ выборного процесса Азербайджана. Кстати, необходимо добавить, что действует сайт Центра Независимого Медиа-Центра на трех языках. На азербайджанском, на русском и на английском. Это сделано для того, чтобы те международные организации или лица заинтересованные в получении достоверной информации могли получить эту информацию на русском и на английском языках, потому что многие из них на азербайджанском не понимают. Это еще раз доказывает то, что мы стараемся, как вот азербайджанская сейчас, стараемся предоставить все условия для тех людей, заинтересованных организаций, чтобы они могли побольше информации получить об всем происходящем. Все последние недели вы вовлечены в избирательный процесс, скажем так, да? Хотел бы узнать ваше мнение или ваши прогнозы касательно избирательной активности. Каковы ваши ожидания? Я думаю, что активность будет где-то в районе 60-70% Это очень высокий показатель, конечно. Активность будет высокая. Естественно, это именно то, что нам необходимо. Потому что мы, будучи азербайджанцами, это могут быть и власти, и журналисты, и люди, обычные люди. То есть мы хотим, чтобы люди сами выбирали того человека, который будет на 7 лет править страной. Избирательная активность в том числе это показатель доверия к избирательному процессу. Естественно, естественно. Люди доверяют и поэтому будут проходить голосовать. Я тоже был наблюдателем на прошлых выборах и видел большой интерес со стороны избирателей и не только кандидатов. Они хотят как будто играть роль будущем Азербайджана. Народ активно принимает участие на выборах и свободно голосует за своего кандидата. И самая важная черта выборов это то, что свободные и независимые выборы очень важны в демократических странах. И очень важно, что Конституция Азербайджана предоставит всем своим гражданам право голоса. И я считаю, что эти выборы покажут волю азербайджанского народа. Спасибо вам за содержательный ответ. А я напоминаю о президентских выборах в Азербайджане мы говорили в рамках передачи «Актуально сегодня» с экспертами Азарем Хасратом и Аязом Мерзоевым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Азербайджане Азербайджанского Азербайджанского